Конкурс не может быть политическим. Организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с МАЮФ. 26 февраля 2019 года, 15-16 Натальи Романова ответственность за выбор конкурсанта Евровидения лежит на национальном вещателе. Об этом заявили в Европейском вещательном союзе, комментируя ситуацию с отказом Украины утвердить МАЮФ в качестве кандидата. Организаторы конкурса добавили, что имя исполнителя будет официально объявлено после принятия решения в Национальной общественной телекомпании Украины, НОТУ. 25 февраля стало известно, что победительница национального отбора на Украине, МАЮФ, не поедет на конкурс. Ситуация вызвала широкий резонанс в сети, многие украинцы предложили бойкотировать Евровидение, при этом в Киеве поддержали решение НОТУ. Сама певица ранее жаловалась, что ее фактически вынуждают отказаться от участия в конкурсе, предлагая контракт с кабальными условиями. Европейский вещательный союз прокомментировал отказ певицы МАЮФ представлять Украину на Евровидении в 2019 году. Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего исполнителя для участия в песенном конкурсе Евровидения, предусмотренную правилами Европейского вещательного совета, сообщили организаторы конкурса. По их словам, в настоящее время Национальная общественная телекомпания Украины, НОТУ, ведет переговоры с возможными кандидатами для участия в конкурсе. Когда ее кандидатуру А.Т. утвердят, на официальных каналах Евровидения будет сделано соответствующее объявление, подчеркивается в сообщении. Накануне организаторы песенного конкурса сообщили, что продолжают следить за ситуацией на Украине. Продюсер Евровидения Йон Ола Сант напомнил, что состязания не носят политический характер. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Конкурс Евровидения не может быть политическим. Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария, добавил он. Не бита на политической арене украинская певица. Майюф, настоящее имя, Анна Корсун, победила в национальном отборе на Евровидение, проходившем в Киеве 23 февраля. Она набрала в общей сложности 11 баллов, 6 из них, от зрителей. Во время отборочного этапа жюри конкурса смутило, что Майюф гастролирует в России. В ответ певица заявила, что Евровидение – не политические выборы, а также подчеркнула, что россияне положительно относятся к украинцам и слушают украинскую музыку, вдохновляются ею. Ноту отказалась сразу утвердить победу певицы, отложив решение на несколько суток. Позднее стало известно, что Майюф для ознакомления передали контракт с Ноту, в котором в том числе прописан запрет на гастрольную деятельность в России. 25 февраля в Instagram певице появился пост, в котором она перечислила несколько условий договора с украинской телекомпанией. По словам Майюф, Ноту не будет предоставлять ей финансовую и организационную поддержку, на конкурс певица поедет за свой счет. При этом в договоре четко прописаны обязанности со стороны Майюф, в числе которых запрет на общение с прессой без согласования с Ноту и передача прав на композицию. Такие условия исполнительница расценила как попытку заставить ее отказаться от участия в конкурсе. Накануне певица сообщила, что семичасовая встреча с представителями Ноту, во время которой обсуждались условия договора, завершилась безрезультатно. Впрочем, Майюф подчеркнула, что разногласия были связаны не только с гастролями в России. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными, написала Корсун. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около 7 часов, в результате которой мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в национальном отборе на Евровидение 2019. Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну, Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я, гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я, музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами, побеждать и популяризировать свою музыку в мире. Публикация от МАЮФ Собака Маруба Фичаль 25 фев 2019 8-56 ПСТ Ноту в сложившейся ситуации увидели признаки политизации, противоречащие правилам Евровидения. Общественный резонанс Попытки давления со стороны политических сил Вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур к стране-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора, говорится в заявлении вещателя. Вместе с тем в телекомпанию указали, что на конкурсе исполнитель доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. Комментируя требования ноту, Корсун подчеркнула, что не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков. «Я музыкант, а не бита на политической арене», — добавила она. Под прикрытием антироссийской истерии. Властью Украины поддержали решение, согласно которому певица МАЮФ не будет представлять страну на музыкальном конкурсе. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал решение ноту не гибридным. Те, кто гастролирует в государстве агрессоре, не должны представлять Украину. В этом суть позиции. «Приветствую всех, кто ее придерживается. Мы победим», — написал политик в своем «Твиттер». Впрочем, в этом вопросе мнения представителей украинской власти расходятся. Так, в Верховной Раде вице-премьеру предложили самому принять участие в Евровидении в связи с отказом певицы. «Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться в место МАЮФ на Евровидении». Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко, написал на своей странице в Facebook депутат Алексей Гончаренко. «Кроме того, в Раде убеждены, что шансы на победу Украины на Евровидении только уменьшаются из-за ситуации с Россией. Когда политизируются такие вещи, которые невозможно политизировать, невозможно идти наперекор мнению народа, а сегодня пытаются за счет антироссийской истерии вмешаться в культурную сферу и уменьшить шансы на победу нашей страны на Евровидении», рассказал в беседе с украинским телеканалом депутат Юрий Бойко. Член Комитета Госдумы России по культуре Светланы Савченко считает, что МАЮФ, как и другие артисты, находится под прессингом и является жертвой происходящих на Украине событий. «Мы знаем много историй, когда российским исполнителям запрещают въезжать на Украину и не выпускают в Россию своих», поделилась мнением С.А.Т. Савченко. «Украину на Евровидении будет представлять трагулизм. Заметный резонанс. Ситуация С.МАЮФ» вызвала на просторах сети. Многие украинские пользователи негативно отреагировали на решение НОТУ заменить участника Евровидения. «Я считаю, что все участники финального отбора на Украине должны отказаться от участия в Евровидении в знак протеста против позиции НОТУ Украины. То, что случилось, очень серьезный удар по справедливости и адекватности на ЦАД БОРа», написал один из пользователей. Он также призвал подписать петицию против решения компании. «Кто неравнодушен, подпишите петицию. Люди должны решать, а не НОТУ, НТРК Украины. У нас был свободный выбор и мы его сделали в пользу». «МАЮФ» Собака Роман Финанси, 26 февраля 2019 года журналист Марина Данилюк Ермолаева считает, что «МАЮФ» вполне может представить другую страну на конкурсе. К тому же артистки, по ее собственным словам, уже предлагали такие варианты. «МАЮФ» все равно в выигрыше, потому что о ней узнали те, кто и не слышал. «Вполне может поехать от другой страны и победить». Ей скандал пошел на пользу. «Отрицательный пиар, тоже реклама», — добавила она. На решение НОТУ отрицательно отреагировал и бывший кандидат в президенты Украины Михаил Добкин. «Вместо «МАЮФ» Украину на Евровидении будут представлять трагулизм и махровое жлобство. Победа гарантирована. В этом нынешней украинской власти в мире нет равных», — написал политик в своем. «Твиттер». Некоторые украинские интернет-пользователи уверены, что снятие «МАЮФ» с участия в конкурсе объясняется нежеланием певицы выполнять невыгодные ей условия договора с НОТУ. «А знаете, что так сильно зацепило наших руководящих и решающих?» «Я думаю, скорее всего о том, что МАЮФ» отказалась плясать под их дудку. «Вот и все. Дело далеко не в том, что она выступает в России», — поделилась мнением пользователь Вероника.